В Красноярске уже несколько недель не видели снега. Казалось бы, все, завтра весна, пора ждать дожди. Но в последнюю ночь зима все-таки напомнила о себе мощным снегопадом. Уху! На площади революции действуют кардинально. Пропинки расчищают мощным потоком воздуха. Следом уже лопатами или уличными электрощетками доводят почти до идеала. Меньше чем за час по всем дорожкам площади можно свободно передвигаться. И так, по идее, действуют по всему городу. Однако на некоторых переходах и остановках люди ни городских сотрудников СТП, ни результатов их работы не заметили. Некоторые жители предполагают, что еще рано. Отличная погода. С утра тепло, солнце. Солнца нет, но снег идет. Хорошо. Другие же, наоборот, считают, что город оказался в очередной раз не готов. Казалось бы, к банальным осадкам. Весна же, конечно, хорошо. Но к погоде плохо. Ну, что же, безрадостно. Я еще суток сменился. Как вы думаете, я могу от них относиться? Так, успели пройти уже? Как у нас городские службы справляются с тем, чтобы комфортно было по городу ходить? Никак. Они не справляются. Не чищено ничего. И дороги, грязь сляхает. Да вы знаете, ну, как всегда, они были готовы ни к чему. Ну, на троечку с плюсом. Но сейчас это все растает и будет совсем интересно. В департаменте городского хозяйства говорят, все под контролем. Службы работают в обычном режиме. Для них такой снегопад – штатная ситуация. Все дорожные пусты знают, что делать в такую погоду. В сутки примерно в такую погоду выходят около 120 единиц техники. Ну и, конечно же, бригады ручного труда и малая тротуарная техника. В первую очередь обрабатываются участки, где большой поток общественного транспорта, а также сложные участки, где спуски, подъемы или отношенные повороты. А вот если к вечеру резко похолодает, на дорогу выйдет уже более тяжелая техника. Спецмашины будут рассыпать противогололедные материалы и работать по зимнему режиму. Сейчас же красноярцам предлагают просто наслаждаться неожиданным зимним подарком. Желательно, чтобы подобный сюрприз не повторился в мае, как это бывает в последние годы. Хотя и к этому красноярцы, кажется, уже привыкли. Елена Сенкевич, Иван Дорофеев, Енисей. Новости.